Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами уже по доброй традиции обзор семьи Колесниковых. Да, я сегодня немножко припозднилась. Воскресенье, день прекрасный, весна. Семейство Колесниковых в полном составе за столом. Вскрывают печенье. Тут, смотрю, Анжела просто в первых рядах. Это ж не картошку чистить и жарить. Леша интересуется, чем занимается Максим. Макс объясняет, что не расслышал в прошлый раз отца и вместо того, чтобы подкрутить что-то там в теплице, он ее чуть было совсем на винтики и шпунтики не разобрал. Леш, ты вообще-то поаккуратнее, как говорится, свои указивки раздавать в следующий раз. А то как-нибудь проснешься, а твои одаренные отпрыски во главе вместе со Светой уже по кирпичикам разобрали весь дворец. Макс, а ты в подвале по уши в воде спишь. Причем Макс от папы, смотрю, далеко не ушел. Вроде из верующей семьи, ну в кавычках, да, как они себя считают верующими, да. А про сестер говорит, пришли девки. Друзья мои, да, он так и сказал про своих родных сестер. Пришли, говорит, девки. Макс, ну какие девки? Девочки, девчонки, сестренки, сестрички, ну как угодно. Ну не девки. Ну, с другой стороны, неудивительно. Это все вот эти вот словечки, срач, жопа, срань и так далее и тому подобное, да. Все благодаря папе Леше. Леш, прикол. Вот только, смотрю, усаживаются все за стол, а Анжела уже, наверное, с десяток печенюшек слопала. Все сидят спокойно, спокойно, а она сидит, хватает, вечно бедная голодная девчонка. Младшим запрещено брать печенье, не поверите. Бедные Виталина с Дариной все еще никак не могут доесть картошку, сидят и мучаются им, пока печенье брать нельзя. Даже Дарину не пожалели, которая якобы, по словам мамы Светы, попросила добавку, а теперь сидит и мучается ей ее никак не доесть. А Света ей говорит, давай, давай, мол, доедай. Сама просила, вот теперь и ешь. Свет, ну зачем вы из Дарины делаете, простите, вторую Анжелу? Она у вас, Дарина еще маленькая, и вообще она в свои уже, вот у нее уже пятый год пошел, она не понимает, что говорит. Вот вы ей говорите, что бы вы ей ни сказали, Дарина почему-то смысл ничего не понимает. Она соглашается абсолютно со всем. Вот кто ей что говорит, обратите внимание, друзья мои, она со всем соглашается. Ну зачем вы ей даете добавку, будешь Дарина добавку? Вы утвердительно спрашиваете, она утвердительно вам и отвечает, говорит, да буду. Зачем давать добавку, зачем раскармливать девчонке желудок, тем более вы знаете, что после основного блюда у вас будет чай со сладким. Я так чувствую, знаете, пока младшие доедят эту картошку, Анжела уже просто смолотит всю коробку с печеньем, да. Ну а далее Свету пробила, смотрю, на бутербродики со шпротами. Делает их уже который день подряд, ну хоть что-то новое и то в принципе хорошо. Кстати, и не только бутербродики сегодня хорошо, на голове у Светы почти самая настоящая прическа. Да, друзья мои, и не придирайтесь сегодня. Как говорит Света, волос сегодня причесан и чистый. На столе в субботу и завтрак, и обед подают, накрыли стол, а там прям не поверите, в кои-то веки чуть ли не скатерть самобранка. Леша радуется, сняли вот эти вот, значит, решетки, говорит, стало светлее, радуется, радуется, что с приходом тепла еще и приезжают в деревню их соседи. В общем, будет весело. Леша рассказывает о том, что соседи рядом, вот соседи рядышком с ними планируют установить новый забор. Новый, как сказал Леша, капитальный, высокий, чтобы, ну, не видеть друг друга, не мешать друг другу и так далее, чтобы не мешали дети. В общем, все нормально. Нормально, но, насколько я поняла, что в процессе установки забора и вообще в этом во всем Леша участие принимать не будет и свою влепту, так скажем, финансовую тоже вносить не будет. Вообще-то, Леш, нормальные люди, нормальные соседи по участку, устанавливая забор между участками, делят расходы за забор пополам. Но наш жмот, всея ютуба, наш экономичный экономист Леша сказал, раз они решили установить забор, то пусть делают это сами. Ну, круто, конечно, Леша на самом деле, заметьте, друзья мои, все всегда и все должны бесплатно и задарма, а он никому и ничего, как говорит Леша, да не оскудеет рука дающего. Нет, вру, простите, так говорит Жубрев и так говорит Леля Поберуха, да. Ну, и, в принципе, Леша может и не говорить так, но, по крайней мере, точно так считает. Леша считает, что только они никому ничего не должны, он точно никому ничего не должен, потому что свою миссию он выполнил. Он же многодетный отец, и у него, друзья мои, да, конечно, мы с вами точно не забудем ипотека. Да уж, Леш, на самом деле, знаешь, я считаю, не с того ты начинаешь. Надо вести себя всегда достойно и дружить, поддерживать, так скажем, хорошее отношение с соседями. Это очень и очень важно. Ну, вот, да, я тоже думаю, что у того человека, который, его сосед, нет никаких лишних миллионов, они точно у него нигде не завалялись, иначе и дом был бы намного круче, и не в этой деревне бы он, конечно, проживал. Но забор приходится человеку ставить, и это обойдется ему не в маленькую копеечку. Сама прекрасно об этом знаю, да. И вот эти вот расходы, расходы понесет человек сам. Леша на них, конечно же, не подписывается. Леша согласен исключительно только на халяву. Удивляются, семейство сидит, завтракают, обедают и удивляются. Сырники покупные, невкусные. Говорит, да, не такие, как и раньше. А Света вообще, говорит, сидит, дербанит этот сырник ложкой и говорит, не разломить что-то сырник. Свет, ну, во-первых, в конце концов, тебе пошел 41 год, возьми уже вилку и попытайся вилкой что-то сделать с сырником. Ну, а во-вторых, на самом деле, чтобы сырники были действительно вкусные, хорошие, возьми и нажарь дома сама сырников делов, как говорится, на 5 минут. Да, меньше спи и меньше покупай полуфабрикаты, и будет вам счастье. Да, как-то так. В общем, очередной влог, друзья мои. Да, всем привет, говорит Света, еле живая, еле живая. Складывалось впечатление, что вот она сейчас говорит и сейчас же заснет. Сидит она, кстати, и принимает уборку, снимает, снимает уборку своих детей, как дети убираются. Опять, дети убирают, моют, подметают, а сонная мама Света у них за оператора. Прикол. Настя грязный рюкзак, смотрю, подняла с грязного пола и поставила прямо на постельное белье. Не, ну молодец. Виталина подметает под кроватью, периодически оттуда что-то вытаскивает, там, как обычно, чего только нет. Бедная Дарина. Да, Дарину тоже припахали. Света говорит, Дарина сама захотела, но может быть оно и так, не буду спорить. Дарина пытается елозить шваброй под кроватью, потом схватила тяжеленный пылесос, который выше ее в два раза, да, пытается что-то, и тяжелее, кстати, пытается что-то сделать, у нее плохо получается, пылесос тяжелый. Могу себе представить, как они убираются. Я вот думаю, ну какой смысл в такой уборке, если после детей таких маленьких надо потом убирать опять. Ну разве могут маленькие дети нормально убраться? Вот Света после них всегда жалуется, что, мол, приходится перемывать посуду. Но здесь то же самое. Понятное дело, что они все серединку потрут, да, потрут, там полы вроде серединку намоют, а все остальное, конечно же, кое-как. А мама могла бы, в принципе, не указания раздавать, а дать камеру той же Виталине, которая прекрасно снимает, а сама взять, закосить рукава и вперед со старшими дочками, со старшими сыновьями пылесосить, мыть полы, работать. Но нет, мама, как и папа, только указания раздают. Виталина смешная, смотрю, в тапках бедная стоит, пытается там намыть полы, которые ей малые ходят, елозят тоже с этой шваброй непонятно что. В общем, бедный Никита. Ему вообще в гостиной не досталось швабры, и он там ползал, намывал полы вот с тряпкой на корточках. В общем, да. Причем, знаете, вот этот ролик, их название ролика, когда-то это должно было случиться. Видно, очень редко происходит у них в семье уборка дома, раз для них это целое событие, по которому они посвящают ролик. В общем, да. Ну, а далее, друзья мои, еще один влог. Света опять, опять чуть живая, еле-еле почему-то передвигает языком, но вот просто видно, что Света очень медленная сама по себе, очень и очень. Вышла она на улицу, во двор и осматривает свои владения. Она осматривает их, оглядывает, в теплицу заглянула, посмотрела и показывает. Говорит, везде вода, вообще везде, везде вода. Свет, ну, понятное дело, что везде кругом вода. Чему вы так с Лешей все время удивляетесь? У вас весь участок был в снегу, вы его не убирали, одни сплошные сугробы. Понятное дело, что сейчас вместо сугробов есть вода. Максим бедный все ходит, что-то делает, видно, папа, она задавала ему опять задание, и вот Максим таскает залу, а мама ходит между тем по участку с камерой, не жизнь, а малина, да. Кстати, о малине показывает Света кусты с малиной, говорит, что-то будет. Ну, Света, что-то, конечно же, в любом случае будет. Не знаю, как насчет малины, но что-то точно будет. А на кухне девчонки помогают матери, готовят салат оливье и макароны с сосисками. Причем Света нет бы, Насте, сделать замечание, что та сидит на кухне, готовит и с распущенными волосами. Нет, сама Света на это даже внимания не обратила. Настя жалуется, что ей опять досталось чистить и резать лук. Она говорит, вот, когда мама похвалила Виталину, Настя говорит, вот, а у Виталина лука-то нет. В общем, да, сдала тут же Виталина. Причем тут Виталина? Почему Виталина должна резать лук? В принципе, я вообще считаю, что должна резать лук вообще в Света, да, уж по большому счету. Ну, да ладно. Анжела, кстати, тоже при деле варит макароны. И тоже, смотрю, стоит, трясет, значит, над кастрюлей своими распущенными волосами. А Света констатирует. Девочки просто помыли голову Света. Да мы поняли, что раз у них мокрые волосы, соответственно, они намыли голову. Это все, в принципе, понятно. Но, с другой стороны, не обязательно с распущенными мокрыми волосами бежать на кухню и что-то готовить. Потому что, во-первых, на кухне нечего делать с распущенными волосами. Это, во-первых. Во-вторых, мокрые волосы впитывают в себя все вот эти вот запахи и лука и прочего-прочего всего. И вообще, что там торчать. Высушили волосы, пришли на кухню, пусть занимаются делами. Да, ну а Дарина, Дарина вообще молодец. Она раскатывает на роликах, но на сей раз не поверите. Света даже Дарине сделала замечание. Сказала, так, на роликах здесь делать нечего. Я так понимаю, у них сегодня будет блюдо от шеф-повара, друзья мои. Макароны с сосисками и с волосами. С волосами. Либо в этом же блюде, либо на десерт будут волосы. Да. В общем, натрясут туда своих волос по полной программе. Настя говорит маме, мам, вообще не снимай меня, мне стыдно. Вот я подумала, неужели это случилось? И кому-то из детей, действительно, Колесниковых уже стало стыдно за то, что они снимаются в этом шоу, в этом сериале. Но, с другой стороны, знаете, не это должно быть стыдно. Не то, когда ты сидишь и пытаешься помочь по хозяйству. А стыдно должно быть тогда, когда они сидят, когда они чавкают за столом, когда они стучат ложками, когда они заталкивают полный рот еды. Вообще, вот просто им надо посмотреть на себя, на камеру, как вот они в этот момент снимаются, да. Когда они смеются над всякими вот этими шуточками ниже пояса своего папы. Ну, в общем, продолжать не буду этот бесконечный список. Вы и так без меня знаете. Прикол. Прочитали, прочитали горошек, готовят они, значит, салат оливье и прочитали. Горошек из мозговых сортов. Настя говорит, то есть, его поешь и мозг сработает. И мозг, говорит, сработает, да. Вот в случае Колесниковых, наверное, так и есть. Мозг спал-спал много лет подряд. И вот поели они вот этого горошка из мозговых сортов. И мозг у них, может быть, все-таки и сработает. Да, как говорится, случится чудо. Я, знаете, глядя на Анжелу, которая стояла у кастрюли, варила макароны с распущенными волосами, в халате, в коротком, по самое не балуй, да, пусть на теплых колготах, но все равно. Сразу же вспомнила, как Света нам рассказывала, объясняла, что им запрещено по их вере не носить колец и прочих украшений. Свет, ты вообще, да, вот как всегда сама себе противоречишь. Ты, мать, это должна приучать детей к тому, что на кухне, как я уже сказала, делать нечего и трясти волосами тоже нечего. Они должны быть, естественно, собраны. Да, и перед зрителями ходить с салохами и в таких коротких вещах тоже как бы, ну, не совсем красиво, в принципе. Ну, да, а далее Света сказала, да, свои коронные словечки. Макароны с сосиской готовы. Так и хотелось спросить. Свет, а что в макаронах всего-навсего одна сосиска и больше нет ничего? Ну, в общем, друзья мои, вы меня поняли, что я имела в виду, да. И мы все, слава богу, уже привыкли и, зная Свету Колесникову, тоже поняли, что Света имела в виду. В общем, как-то так, мои хорошие. Вот такой у меня сегодня получился обзор, да. У Колесниковых тихо, спокойно, как говорится, в Багдаде все спокойно. Они готовят, они стирают, они убирают. Они, может быть, даже мотивируют своих хомячков на то, чтобы заняться тоже уборкой. В общем, как-то так. Пока все хорошо. Ну, а что будет дальше, мы с вами поживем и увидим. Вот такой у меня сегодня получился обзор. Естественно, всех целую и обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на мой канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет комментарии, всем огромное спасибо. Всех целую и всем пока. Все.